Как я рада, как я рада. Снова зима. А мы так соскучились по снегу. Ну вот, привалило за ночь. Раннее утро. Мои еще спят, а я вот радуюсь стою у окошка, что зима настала. Можно лыжи доставать, ну или в снежки играть. Ох, ну что, предлагала вчера повесить объявление на дерево. Ресторан закрыт. Ночью снег. Опять все снегом завалило. Ну вот что, он Патрик опять в пижаме. Снова спит. Ни еды не требует, ничего. Как медвежонок сразу в спячку. Есть желание по такой погоде гулять? То дождь, то снег, а? То ветер сумасшедший, а? Есть. Да что вы говорите? Да. Есть. Ну давай. Бегом с дивана подъем и по городу кругами. Птичек надо идти кормить. Там еще еда есть. Там семечки. Они, правда я вчера пшена еще насыпала. Воробьи семечки с трудом клюют. Это клюют, как курица. Не знаю. Вчера семечки были все съедены, а пшено оставлено. Извиняйте, что есть, то есть. Ничем больше порадовать не могу. Еще и для птиц сварить отдельно каши какие-нибудь. У меня сил на это нет физических. Могла бы сварить. Могла бы. Для птичек. Да. Сама потихонечку тоже в паспорт заглядываю. В связи с тем, что... Почему потихонечку? Ну я не хочу позиции так быстро сдавать. У меня украшений много. Надо еще успеть поносить их. Ой, солнышка нет. Отсвечивает. Отсвечивает. Там вон деревья все в снегу. Патрик даже время 9 утра еще и завтракать не желает. Владимир Андреевич позавтракал. Завтра опять в поликлинику побежишь. Да. Вот. Теперь у тебя занятия. Только один раз... Послезавтра. Только один раз сходи к семейному врачу и началось. Туда-сюда. Сразу обнаружит то одно, то другое. Я же сам пришел. Меня не вызывали. Сам пришел. Тебя жена послала. Категорически сказала. Быстренько к семейному врачу. Да. 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 Владимир Андреевич, а совесть имей? Ведь это же я тебе сказала. Запишись к семейному врачу. Да. 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 Ты когда сказала? Я сказала жена к семейному. Вот ты тогда и сказала. Разве эта коза скажет, что да, жена, это ты обо мне заботишься о моем здоровье и фиг там? Разве эта коза знает нафиг, что я по ночам не сплю, а кручусь, не усну здесь за болей? Что долго так может терпеть? Вот эта коза как раз знает. Да. Вот которая на диване лежит, коза, что крутится на кровати. Один плюс от этого снега, который выпал есть. Чаек нет. Не видно. Нигде они не бегают, не гуляют, не летают, не кричат. Тишина. Все по своим гнездам сидят. Ну и черный дрозд не поет. Вот как ты думаешь, здесь женщина одна попросила рассказать и показать фотографии, рассказать, в каких мы странах были. Но вот ты знаешь, я вот сейчас прочитала, я не знаю, она подписана была на канал или нет, прочитала комментарий про украшения, что ей не понравилось, почему я эти украшения выставила, в связи с чем это. Ну, в общем, целую там мне лекцию прочитала в двух комментариях. Я ей ответила под первым комментарием, что что тут такого, на улице непогода. Поэтому захотелось вот поднять настроение кому-то, красоту показать. Она мне ответила, что она выразила... А, и я сказала, что я на своем канале как считаю, так и показываю, так и снимаю. И она написала, я бы свои украшения на всеобщее обозрение не выставляла, должно быть чувство меры, что... Ну, типа того, что у меня меры нет, а я, и что воспитание, и все такое. В общем, я даже не помню, что она там мне написала. Я брала этот комментарий, потому что... Ну, какой-то странный человек, тяжелый очень, который уже не первый комментарий. Ну, наверное, полгода-то точно пишет, а может быть даже... Нет, наверное, может быть, с начала осени она мне пишет периодически. И комментарии все какие-то вот такие вот неприятные. Такое чувство, что я у нее заняла денег и ей не отдала. И она ко мне постоянно какие-то претензии предъявляет. Вообще, мне кажется, знаешь, вот по ощущениям, что она моя свекровь, а я невестка. И она меня учит, как жить. Ну, вот как ты считаешь, вот в этом плане, в плане том, что рассказать, где мы были, фотографии какие-то показать? Как ты считаешь, надо или нет? Галь, ну, это наше личное. Если мы хотим, показываем. Если не хотим, зачем? Не нравится тебе? На просторах Ютуба столько блогеров. Ищи, кто тебе нравится. Таких-то людей просто блокировать, потому что она будет постоянно писать. Это уже тип людей такой. Заходить и нагадить на канале. Она не гадит. Она высокомерно опускает меня. Опускает. Что у меня нет ни чувства меры, ни вкуса, ни воспитания. Вообще ничего нет. А вот она, вот она дама из высшего общества. Что ты здесь почти год у меня пасешься на моем канале и пишешь всякие гадости. Да, это Москва слезам не верит. Как она сказала? Не учите меня жить, а помогите материально. Да, помогите. Нет. Вот такой женщине... Я даже шутки... Ты понимаешь, вот другие что-то напишут, но другой раз ведь не все такое положительное. Шуткой отвечаешь. Но здесь настолько мерзость, что хочется руки помыть после такого комментария. Это люди, которые привыкли пальцы в растопырку держать. Ну да. И их ничему не научишь. Они считают всегда себя правыми. Ну что тут такого я украшения показала? И что? Ну что ты делаешь? Кому-то это нравится, кому-то нет. Не нравится. Зачем ты смотришь? Володь, но ведь есть же каналы, в которых показывают люди постоянно одни украшения. Можем одни украшения показывают чисто. Да. Не знаю. Ну вот это ты мне купила или это я коллекцию собирала? Совместно. Зачем обманываешь? Скажи честно. Ну что-то я покупал. Нет, вот то, что я показывала, это же ведь только про браслет ты мне покупала. Все остальное я сама купила. Откуда я это заказывала, эти украшения? С Америки. С Америки. Но я там не жила. Просто присылали. Должна пожить. Неплохо бы было. Поедешь в командировку. Ну мне здесь хорошо. Нас и здесь неплохо кормят. Да просто я смотрела также вот блогера еще давным-давно. Приятная очень женщина была. И в какой-то момент она рассказывать стала про эти украшения, показывать. Я заинтересовалась. Почитала в интернете. Спросила, можно ли купить. Потому что она продавала. Тогда еще это недорого стоило все это. Сейчас пересылки дорогие стоят. Да, и пересылки, и дорого. Сами украшения тоже дорого стоят. Ну и тогда тоже пересылки, кстати, дорого были. И перевод денег, и все. Вот. И у меня собралась коллекция. Спрашивают. Ношу я это все или нет? Ну, конечно, все подряд не ношу. Надо стремиться. Надо стремиться, это точно. Нет, ну ты знаешь, вот с одной стороны вроде как-то испортилось настроение после таких комментариев. Не от того, что она там меня поучала. Просто испортилось настроение, что, боже мой, вот сидят же вот такие вот женщины, пыхтят, пишут какие-то гадости и получают это за удовольствие. Теперь будем как делать? Как? Поужинали, я сооружаю тебе подиум и ты начинаешь в бриллиантах ходить по нему. Да я вообще сейчас ничего не ношу. А скажи, а ведь красиво было, правда? Я всегда носила. Да. И, кстати, муж мне любил покупать украшения. С большим удовольствием причем покупал. Я долго говорила, что забыла, что еще хотела сказать. Короче говоря, я ее заблокировала, пусть она отдыхает. От моей безвкусицы, от моей невоспитанности, от моего всего вот этого, что ей не нравилось, решила меня перевоспитать. Поздно воспитывать, правда, Владимир Андреевич? Уже и жизненные взгляды сформировались, и вкус сформировался даже. Ну и так. Говорят, воспитывать надо, когда поперек лежит, а когда уже вдоль, уже без того перевоспитывать. Володя, ну у меня даже в мыслях никогда не возникает вот открыть чье-то видео и начать поучать. Валя, ну я тебе опять говорила, говорить буду. Это тип людей такой. Они постоянно вот так вот учат, постоянно считают, что они во всем правы. И обычно у таких людей жизнь не сладкая. Потому что редко кто таких людей переваривает. Кто чем наполнен, тот то и выдает на гора. Да. Так что хорошей вам жизни, женщина. Не буду вас называть по имени. Отдыхайте от меня, от моих видео и радуйтесь жизни. Она прекрасна. Что ты там Патрику рассказывал? Другу говорю, что скоро ты всех разгонишь. Потому что уже каждая считает себя чуть ли не родственницей и имеет право диктовать. Как жить? Ты свою жизнь должна не всю показывать, а частями так. Так а я и не показываю ничего абсолютно. Ну как ты, вот это и есть наша жизнь, а ты помнишь? Я тебя показываю. Так это тоже наша жизнь. Мне в какой-то момент, помнишь, писали, зачем вы показываете своего мужа, отобьют. Помнишь, был такой комментарий? Не помню, никто мне не звонил. Владимир Андреевич, высотого дивана нет никуда, да? Вам и здесь хорошо. Сюда? Да. Ревизион. В своей шкатулочке наводишь. Чего есть и чего нет? Да. Пока вроде бы. Ой. Все подсчитывает. Любимка-то лекарства подсчитывает. У кого три ряда очередь. Поставлю сейчас банку с вареньем перед тобой, столовой ложкой будешь есть. Нет, не буду, не угадала. Да? Да. Не угадала. Как список, большой, нет? А тут одна трава. А тебе что надо? Я сейчас мясо нажарю. Хочешь? Зачем? Ну, так а что ты тогда говоришь? Так одна. Ты заказываешь одну траву. В морозилке у нас и рыба, и этот самый курица, и мясо. Патрик. И грибы, и одна трава. Конечно. Что тебе приготовить? Сейчас мясо достану. Ничего мне не надо. Сейчас мясо достану. Вон, картошка у меня варится уже. Картошка у меня с грибами. Тогда чего говоришь? Мясо сама ешь. Я не хочу мяса. Вот я... И я не хочу мяса. Вот я травы и заказала. А трава это что там имеется в виду? Виноград? Или авокадо? Да. Что да? Там травы нет. Тебе вон бутерброды с красной рыбой сделала. А, кстати, там в баночке в стеклянной икра красная есть. В стеклянной баночке. Что ты загрустил? Икры не хочется? Нет. Ничего не хочется. Помнишь, как это белое солнце в пустыне, где он там икру ложкой. Да? Черного хлеба хочется. Вот ты сейчас сходишь и купишь. Так что две покупать сразу, чтобы не бегать. Не знаю. Как желаете. Как вы желаете. Ой, Владимир Андреевич, погода не радует, а? А мы ребенка стричь тридцатого будем. Это через семь дней, через шесть. Иду. Кстати, мы так и не посмотрели. Я уже все посмотрела. Ну и что ты написала, что не падает по скидке уже? Да, конечно. А как ты думаешь? Ты пока тут развлекался, я уже и картошку начистила, и все дела переделала, и посмотрела скидки все, и записала тебе все, что надо. Вон уже двенадцатый час, скоро обедать. В час обедать надо. А ты все сидишь, думаешь чего-то. Думал горько идти на непогоду на улицу или не идти. Жизнь такая штука, что думай, не думай, топай. Да, жизнь грустная. А ты куда побежал? Чей там хвост? Это кто там плачет, а? Патрюша, кто там плачет? Я пошел. Что купили, покажу в следующий раз. Но иногда ведь интересно посмотреть, что же там мы покупаем. Спасибо большое, что посмотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вот видишь, тебе как-то сказали, почему ты забыл об этом. Надо заботиться о канале, чтоб он развивался. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Я никого отписывать не буду. Так что пишите, критикуйте. Самое главное, с юмором. Нам это нравится, мы сами это любим. Всем пока.